Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Игорь Лукьянов, и сегодня я расскажу вам об игре Джозеф Виктори, или Пасть Победы, так ее можно перевести. Расскажу вам о названии этой игры, расскажу немного о библиографии, или точнее игрографии, игр, посвященных к сражению при Корсунь-Шевченко, ну, как это, сражение, которое в России называется Корсунь-Шевченкоская операция, немцы называют ее Черкасский котел, операция по окружению в начале 44-го года. Расскажу про компанию ее издавшую, это у нас New England Simulations. Мы полюбуемся совершенно изумительной графикой карты и фишек. Ну, а начнем, наверное, с таких-то официальных вводных данных. Игра Джозеф Виктори, издана была в 2020 году компанией New England Simulation. И вот мы ее ввезли, если не изменяет память, в начале прошлого года, практически год назад. И вот по прошествии года, именно в даты начала Корсунь-Шевченковской операции, в конце января, а, началась на 25-м, я помню, мы с Глебом Паскевичем, который сегодня мне ассистирует в этой чудесной операторской работе на его совести. Мы начали играть в это сражение, и сегодня я вполне готов уже дать вам какой-то квалифицированный отчет, рассказать не просто о том, что в коробке, но и как играть в эту игру, какие сценарии, с чего лучше начать. Давайте начнем с, ну, уже поняли, что, значит, это игра, посвященная Корсунь-Шевченковской операции. Начнем мы с названия. Игра называется The Jaws of Victory. Как я уже сказал, я бы перевел ее как «Спасть победы» или «Испасти победы». А полное название The Jaws of Victory – Battle of Crosse in Черкассо-Покет. Значит, есть такое выражение, которое используется и в русском языке – «вырвать победу и спасти поражение». То есть, играть до конца и, ну, проигрывать в матче, но в конце концов выиграть. А в американском языке есть устоявшееся выражение ироничное, не «From the Jaws of Defeat», а «Jaws of Victory». Связано оно с тем, что в начале, там, в 30-е годы Глуб 3 бил один из комментаторов бейсбольного матча, когда команда, которая уверенно вела весь матч, весь матч проиграла на последних минутах, ничто не предвещало, это было тотальное преимущество. Комментатор, как часто бывает у спортивных комментаторов, человек красноречивый, устремил такое выражение, чтобы описать ситуацию. Сказал, что игрокам этой команды удалось невозможное. Они вырвали поражение и спасти победу. Вообще, если брать название, такое название, оно ироничное. Сейчас разберемся, почему оно такое, во-вторых, хотелось бы сказать, что Марк Хинкл, глава и владелец компании New England Simulations, вообще творчески подходит к названию. Вот, например, у нас сейчас готовится игра к выходу, в этом году она должна выйти, называется «Про сражение при прессе шоуа». Его личный дизайн, потому что он, сейчас я буду рассказывать об истории этой компании, я расскажу, потому что эта компания очень интересная, она существует около 25 лет, и за это время они выпустило 5 игр, всего 5 игр. Марк Хинкл неизменно является художником, который отвечает полностью за оформление, за эту чудеснейшую обложку, которую вам Глеб демонстрирует. И изумительного качества компонента игры, к которому мы внимательно обратимся, когда будем разбирать игровую карту, характеристики, фишек. Так вот, он дает своим играм, на мой взгляд, выдающееся название, и вот этой игре про прессе шоуа он дал название «Винтерс Виктори». По-моему, это чудесно. Во-первых, это прямая связь с Велентонс Виктори, то есть игровая система основана на знаменитой игре, издававшейся компаниями SPI и TSR. Велентонс Виктори посвященная в том же масштабе, она сделана и по правилам заимствована. И он назвал ее, то есть вот это название «Винтерс Виктори», оно несет прямую отсылку к Велентонс Виктори, и в то же время она такая же ироничная, как в «Джоузов Виктори», потому что это не победа Наполеона, это не победа Бениксена. Вот это сражение, самое кровавое в истории наполеоновских войн, я помню, по проценту потерь, по цене число участвовало, победа зимы. Ну и правда, вот эти, собственно, вот эту его кровавость обеспечили погодные условия. Метель, низкая видимость, метель, низкая видимость, ну, то есть войска постоянно находились, рукопашная, редко-редкость, большая, рукопашная пехота в чистом поле, все это из-за экстремальных погодных условий. Так вот, «Джоузов Виктори», дело в том, что мы сейчас об этом будем говорить, почему, сейчас мы подробно поговорим, почему в этом названии содержится вот эта ирония, почему из пасти победы.